Сдай кровь, подари жизнь. По инициативе Министерства здравоохранения запущена благотворительная акция. Мероприятие охватывает все государственные органы, ведомства и организации. Среди тех, кто добровольно сдает кровь и способствует возрождению донорского движения в нашей стране, и сотрудники Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, а также Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика Вахидова. В этот раз доноры крови сами медики, ведь они лучше всех понимают, как важна донорская кровь. В одном только Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в год осуществляется более 200 тысяч высокотехнологичных операций, где необходима донорская кровь. И, пожалуй, нет более самоотверженных доноров, чем сами медики. Они очень хорошо знают цену каждой ее капли. Знают, как часто человеческая жизнь зависит от милосердия, желания помочь другому, пусть и совершенно незнакомому человеку. Есть и такие заболевания, которые приводят к опасной глубокой анемии. Поэтому в нашем центре создан банк крови. Необходимо много литров каждой группы. Со следующей недели акция начнется и в наших региональных филиалах. Добровольное донорство – это реальная и очень часто единственная возможность, чтобы спасти чью-то жизнь. А донорская кровь – тот уникальный ресурс, запасы которого необходимо восполнять регулярно. Ведь ежедневно проводятся различные операции в больницах. Надо спасать пострадавших в ДТП. В постоянном лечении нуждаются пациенты с болезнями крови. Сама процедура донорства сдается около 350-400 миллилитров крови. То есть у больных, у кого повышен гемоглобин, у больных, у кого повышенное артиллярное давление, это является также одним из методов лечения. В свое время еще наш великий Абу Али Бенсина лечил кровоспусканием. И, как говорится, это тоже одна из методик. В данной акции сегодня с нашего центра участвует более 300 сотрудников. Здоровые доноры, которые сдают кровь регулярно, это основа донорского движения и гарантия того, что в нужный момент донорской крови хватит для спасения жизни нуждающегося в переливании. А это так необходимо при проведении сложных операций на сердце, при трансплантации органов. На одну трансплантацию печени расходуется более 50 доз кровей или кровезаменителей, или альбумина. На взрослую кардиохирургическую операцию требуется минимум две дозы крови или кровезаменителей. В каждой дозе крови по 250 миллилитров. А теперь немного данных. В 2021 году в сложных операциях в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени Вахидова было использовано более 6000 доз компонентов крови. В ходе акции, начавшейся рано утром, порядка 300 врачей и медсестер безвозмездно сдали кровь. Я одна из первых сдала кровь, но кровь я сдаю не первый раз, я сдаю кровь каждые три месяца. Я считаю, что это очень хорошая акция. Во-первых, я себя замечательно чувствую, прилив сил, можно сказать так, но никакого отрицательного воздействия на организм с этой стороны я не ощущаю. Я думаю, что никто не ощущает, а наоборот, это очень даже положительное, то, что у нас кровь обновляется. И, конечно, то, что мы большой вклад вносим в тем, чтобы помочь больным. Донорство – это тихий подвиг во имя других. Рахилия Аскарва – одна из тех, кто не раз благодарит всех доноров за то, что они вернули для них жизнь, целый мир. С 17-го года мне в год 5-6 раз переливание делают крови, также плазмы, тромбоциты. Периодически в год 5-6 раз я лежу в дневном стационаре. С донорской кровью бывают проблемы. Нам даже так приходилось, что мы своих доноров приводили. Сколько лет у меня никаких продвижений не было, а сейчас у меня вот мой диагноз – апластическую анемию – переквалифицировали на лейкоз. Волосаток лечат лейкоз. Сейчас мне делают лёгкую химию, и у меня очень хорошие результаты. Донорам я только могу пожелать здоровья. Пусть они про больных нас не забывают. Спасибо вам, доноры наши. Без больных!